Вот здесь, вот здесь свёл я воедино старые записки моих мыслей о сохранении и размножении российского народа, об искоренении праздности и пьянства, об исправлении нравов и большем народопросвещении, об обечении и сохранении новорожденных младенцев, об искоренении заразных болезней, об исправлении земледелия, о пользе купечества, об изменении и улучшении экономии. Ранним утром 4 апреля 1765 года в Петербурге случилась небывалая доселе история. В особняк на мойке в сопровождении нескольких солдат вошёл офицер и предъявил хозяевам ордер на обыск с конфискацией, которые незамедлительно и были произведены. В результате все бумаги, рукописи, письма, черновики, а также книги, находящиеся в этот момент в доме, увезли в неизвестном направлении. Странно, но первый в истории России обыск с конфискацией бумаг был произведён в доме Ломоносова, причём сразу же после его смерти. Именно тогда появилась ещё одна загадка 18-го века. Уже более двух веков ищут эти бумаги и безрезультатно. Так что они утеряны или спрятаны? Вероятнее всего последнее. Именно спрятаны. Действительно, на следующий же день после смерти Ломоносова по приказу Екатерины II, её фаворит, граф Григорий Григорьевич Орлов, опечатал кабинет учёного вместе с книгами и рукописями. И не успели Ломоносова похоронить, как тот же Орлов вывез из его дома библиотеку и все бумаги. Куда? Об этом речь впереди. А сейчас важно отметить следующее. Один близкий ко двору человек объяснил действия Орлова так. Без сомнения, в кабинете учёного должны были находиться бумаги, которые не желают выпустить чужие руки. Прежде чем допустить наследников к оставшимся после смерти учёного документам, правительство сочло необходимым через своего агента, а им и был граф Орлов, ознакомиться с содержанием ломоносовских бумаг, в которых, как считают некоторые учёные, личное сильно переплеталось с актуальными политическими вопросами, и в которых было очень много такого, что в XVIII веке считалось государственной тайной, и разглашение чего подводилось под государственное преступление. Какая же крамола могла содержаться в этих рукописях? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо понять, что это были за труды. Ясно, что не работы по физике или химии. Но тогда что? Дело в том, что, ну, как вы знаете сами, значит, архив Ломоносова, естественно, не полностью. На нас дошёл непосредственно архив Ломоносова. У нас хранятся три портфеля Ломоносова. То есть это рукописи Ломоносова, вот из коллекции Григория Григорьевича Орлова. То есть как они попали? Есть разные версии. Сегодня в архивах сохранилось много автографов учёного. Но в основном это черновики его работ по естественным наукам или литературе. И вот что странно, среди всех этих бумаг нет ни одной рукописи по истории. А ведь историческими трудами Ломоносов занимался 12 лет. Ради этого он даже отказался от обязанностей профессора химии. Результатом работы стало издание краткого российского летописца. А в 1757 году Ломоносов закончил первую часть древней российской истории. В письмах учёного есть упоминания о других его исторических сочинениях. Но ни одно из них до нас не дошло. Исчезли и рукописи, и все подготовительные материалы к его истории. Видимо, в этих бумагах содержались сведения, которые по тем или иным причинам не хотели предавать огласке. Мало кто знает, но Ломоносов интересовался и церковной историей. В частности, религиозной реформой Мартина Лютера, который первый сформулировал основные идеи протестантизма. Так что, может быть, именно церковное вольномыслие учёного вызывало опасения у правительства. Ведь такие взгляды подрывали многие устоявшиеся представления о православной России. Что могло смущать и смущало на самом деле? Это германофильство Ломоносова. Это его явные симпатии к Германии. Это его высказывание, что Германия должна быть для России образцом. И это, конечно, его тенденция реформировать православие. Он осуждал долгие посты, например, православной церкви. Он относился резко негативно. И у него были даже планы реформировать православие. Вот именно создать некий вариант русского протестантизма. Такие материалы, да, их, конечно, могли сжечь, безусловно. Да, эти бумаги, конечно, могли уничтожить. Но ведь не все рукописи горят. Факты говорят следующее. В 1819 году, через 50 лет после смерти ученого, Академия наук все же опубликовала одну тетрадь ранее неизвестных исторических трудов Ломоносова. Рассуждение о сохранении и размножении российского народа. Издана она была с большими цензурными купюрами. Но и они не помогли. Цензор, давший разрешение на печатание работы, был уволен со службы. А министр духовных дел и народного просвещения князь Голицын заявил, что эта работа содержит мысли предусудительные, несправедливые, противные православной церкви и оскорбляющие честь нашего духовенства. А потому печатать ее не следовало. Министр внутренних дел распорядился, чтобы распространение письма Ломоносова в публике было запрещено. И весь тираж изъяли. Чтобы понять, что могло содержаться в исторических трудах Ломоносова, вспомним еще один факт. Мало кто задумывается, но до этих описываемых событий российской истории, как таковой, попросту не было. Ну, конечно, в монастырях хранились летописи. В некоторых семьях писались такие семейные хроники, записи. А в губерниях и вовсе истории не интересовались. Науки истории в России, как таковой, не было. И когда Петр I пригласил в Россию двух немецких ученых, Йоганна Готфрида Байера и Герарда Фридриха Миллера, чтобы те написали российскую историю, в нашем научном мире впервые началась ожесточенная война. Следует знать историю Отечества. Только ведая об истоках, можно постигнуть смысл дел настоящих и устремлять ясный взгляд в будущее. Посему решил представить я в академическую конференцию составленный мной краткий российский летописец. Толь важные по моему размышлению предприятия не терпят. А по моему размышлению сие предприятие не только неважное, доложное и ненужное. Автор сибирской истории академик Миллер. За 10 лет сибирских экспедиций он отыскал и спас от гибели множество старинных рукописей. Сие предприятие, по слухам до меня дошедшим, есть труд не научный, а хвалебный, в коем вы не утруждаете себя доказательствами. Поводом для конфликта послужила диссертация Миллера «Происхождение имени и народа российского». В ней он доказывал, что скандинавы поработили и подчинили славян еще задолго до призвания на Русь Плюрика. И что даже само слово «Русь» скандинавского происхождения. Ломоносов резко возражал против этого. Миллер и другие немецкие ученые основателями государства российского считали варягов, норманов. А Ломоносов полагал, что это не только безосновательно, но и для россиян оскорбительно. И в своих исторических записках прямо обвинял немцев в фальсификации российской истории. Однако однозначно оценивать этот конфликт, конечно, нельзя. У этого конфликта было как бы две стороны. Одна сторона была, так сказать, личностная, потому что на протяжении очень многих лет у Миллера с Ломоносовым, двух выдающихся ученых Петербургской академии наук, были очень непростые и, как правило, конфликтные именно личные взаимоотношения. И другая сторона этого конфликта – это уже, так сказать, то, что имеет отношение к науке. Но на самом деле, в общем-то, даже не столько к науке, как это был, так сказать, такой, я бы сказал, идеологический конфликт. Несмотря на огромное количество уже изданных трудов, при жизни Ломоносову почти ничего не удалось опубликовать из работ исторических. Правда, первая часть его древней российской истории все же вышла в свет. Но история о публикации чрезвычайно странная. Издание всячески тормозилось, и, начав печататься в 1758 году, книга вышла только через 14 лет. И уже после смерти Ломоносова. Издатель Миллер – тот самый. Этот труд странным и удивительным образом полностью согласуется с миллеровской точкой зрения на историю. А поскольку издавал эту книгу Миллер, возникает закономерный вопрос. А не было ли под именем Ломоносова издано нечто совсем другое? И если все-таки опубликованная Миллером работа подлинная, тогда непонятно, почему Ломоносов так яростно с ним спорил. Зачем обвинял Миллера в фальсификации русской истории? И почему из печати вышел лишь первый том древней истории? А где сама рукопись? И куда пропали третья и четвертая части второго тома? Ведь они уже были готовы к набору, но в типографии после смерти ученого их не оказалось. Да, вопросов множество. 1763 год. Ломоносова увольняют из Академии наук. В это же самое время делается попытка передать в распоряжение Академии материалы Ломоносова по языку и истории. Этот факт очень важен. Ведь если даже при жизни Ломоносова были сделаны попытки добраться до его записей по русской истории, то что же говорить о судьбе этого уникального архива после смерти ученого? Правда, Екатерина II довольно быстро отменила свой указ об увольнении Ломоносова из Академии. И справедливости ради надо отметить, что во многом благодаря заступничеству Орлова. Тем не менее, она продолжала подозрительно относиться и к работе ученого, и к ценности его исторических научных изысканий, о которых Ломоносов говорил, что они могут Отечеству больше послужить, нежели он сам. Но бумаги бесследно исчезли. Значит, кому-то они могли быть неугодны. И в них вполне могло содержаться такое изложение русской истории и такие тайны семьи Романовых, которые совсем не хотели предавать огласки и которые, возможно, даже были опасны. До нас дошла Ода Ломоносова в честь императора Иоанна Антоновича, больше известного под именем Иоанна III. Еще в младенчестве он был низвергнут с престола своей теткой Елизаветой Петровной и по ее приказу сослан, а потом заключен в Шлиссельбургскую крепость. Там провел он в одиночестве остаток своих дней, пока не был убит. Конечно, такие факты Романовы держали в секрете. А у Ломоносова вполне могли находиться бумаги и не только с именем Иоанна III. Так что Орлову было что скрывать, уничтожать или прятать. В Гатчине в 1765 году Екатерина II купила усадьбу и подарила ее своему фавориту Григорию Орлову. Незадолго до этого она пожаловала ему графский титул, а еще через несколько лет дала диплом на княжеское достоинство. В этом поместье Орлов и построил ныне существующий дворец. Именно сюда 4 апреля 1765 года граф Орлов привез архив Ломоносова. Правда, сначала бумаги и часть книг из библиотеки Ломоносова он спрятал в старом помещичьем доме, так как дворец еще не был достроен. А сооружался он в виде охотничьего замка с двумя симметричными башнями. Средняя часть дворца при графе Орлове была почти такой же, как сейчас. В плане она прямоугольная. Со служебными помещениями ее связывают дугообразные галереи. Вот где-то здесь, в центральной части дома, в особой комнате, а именно так называли ее обитатели усадьбы, и хранились некоторое время секретные бумаги Ломоносова, которые вывез из Петербурга Орлов. Как выглядели внутренние помещения дворца при его первом владельце, сейчас сказать трудно. Ведь замок неоднократно перестраивался. Сегодня невозможно даже точно определить, в какой из комнат находилась знаменитая библиотека самого Орлова, который он и присоединил к книге Ломоносова. А, это вот как раз такая тайная дверь, да? Но точно известно, что многие помещения дворца соединялись внутренними лестницами, и одна из них связывала особую, тайную комнату с подземным ходом. Гатчинский дворец, по всей видимости, был лишь перевалочным пунктом для бумаг Ломоносова. Близость замка к столице вызывала у Орлова опасения. Он хотел спрятать рукописи ученого гораздо дальше и надежнее. И, может быть, через этот подземный ход, чтобы скрыться от любопытных глаз, и были вывезены из Гатчины часть книг и бумаги из архива. Григорий Орлов прекрасно понимал, что рано или поздно Миллер доберется до бумаг Ломоносова. Поэтому их нужно было надежно спрятать. Вполне вероятно, что он это сделал в главной усадьбе, в Усолье. Но это уже в Самарской губернии. Село Усолье было основано в 1550 году. До того, как оно стало центром родовой водчины Орловых, Усолье побывало и крепостью русского государства на восточных рубежах, и монастырским владением, и опорным пунктом граничных засечных линий. Орловы вполне могли перевести сюда часть книг и рукописей из Гатчины. Известно письмо брата Григория Орлова Владимира, где он пишет буквально следующее. «Любезный мой брат, как ты и распорядился, положили все бумаги надежно». Видимо, Владимир Орлов сообщает о том, что он перевез книги и бумаги на новое место, и они в безопасности. Но и книжному собранию, и рукописному пришлось претерпеть немало. Вот что здесь происходит с начала 20 века. В декабре 17-го года в Усолье устанавливается советская власть. Но усольские крестьяне имения не грабят. Они делят землю, машины и инвентарь. И работают на этой земле. Осенью 18-го Усолье становится местом ожесточенных боев гражданской войны. 3 октября 1918 года в усадьбу вступает железная дивизия, и в Усольском дворце размещается отряд красных латышских стрелков. От усадьбы мало что остается. Стрелки вполне могли пустить архив Ломоносова на растопку или по прямому бумажному назначению. Может быть и так. Но вот интересный факт. За пару месяцев до этих событий советская власть решает сохранить сокровища прошлого и высылает из Самары буксирный пароход, чтобы вывести из имения все ценности. И крестьяне все, что находят в доме, выносят из него. В августе 1918 года буксирный пароход под конвоем мог и не увезти бумаги Ломоносова в Самару. Из Усоль вывозили картины, мебели, книги. Все это вывозило в спешке, без описи, без какой-либо системы и контроля. Было указание погрузить в библиотеку, то есть книги. Книги погрузили. Малограмотные крестьяне, которых привлекли к погрузке, слишком буквально поняли и выполнили указания. Они просто не погрузили рукописи Ломоносова на баржу. Архив Ломоносова просто мог оказаться невостребованным, как какие-то непонятные бумаги. С тех пор прошло полвека, и история практически повторилась. В 1968 году в усадьбе нашли какие-то рукописи. И случилось это именно тогда, когда уже все, кого интересовал архив Ломоносова, решили, что где-где, а в Усолье он сохраниться не мог. Вы знаете, он мог здесь быть. Рухнули, где-то какую-то стену, то ли хотели дверь сделать, то ли еще что-то. И кирпич, когда начали разбирать, он обвалился, ниша оказалась. Но это в районе библиотеки, которая была здесь, у Орловых. И там оказалось множество старинных манускриптов, которые предлагали в Ульяновск в архив, в Самару в архив. Ни оттуда, ни оттуда никто не приехал, и, говорят, их сдали в макулатуру. Вот здесь, в Самарской областной библиотеке, хранится сегодня собрание из Усолья. То, что перевезли тогда крестьяне на пароходе, и то, что попало сюда обходными путями. В Усолье находилась богатейшая библиотека семьи Орловых, одна из лучших в России. И что интересно, практически вся она сохранилась. Самарская библиотека начала системное описание книг своего фонда только в 1989 году. Общий объем иностранного книжного фонда составляет примерно 40-50 тысяч книг. Среди них изданий из Усольской библиотеки более тысячи, но это книги. А может быть, хитрый граф Орлов решил переплести бесценные рукописи Ломоносова, как книги? Это же отличный способ спрятать документы. Пока на подобное не натыкались. Но кто знает. Видимо, после смерти Ломоносова кто-то, я не думаю, что это был сам Орлов, кто-то, скорее всего, по заданию Орлова разобрал этот архив Ломоносова, отобрал из него творческие рукописи, то есть какие-то научные сочинения Ломоносова, и они были оставлены у Орлова. А какие-то личные документы Ломоносова по всей видимости были возвращены его родственникам. К сожалению, такова судьба архивов многих серьезных ученых. Всегда остается что-то неопубликованное, незаконченное. И вот ученый умирает, приходят новые люди, родственники, охотники за автографами, те, для кого бумаги совершенно не важны. А в них может быть такое, что просто дух захватывает. Ведь существует весьма популярная легенда, что Ломоносов был внебрачным сыном Петра Первого. Предание говорит, что когда Петр, как простой плотник, работал на Баженовской верфи в Архангельске, ему приглянулась очаровательная юная девушка, которая и стала потом матерью будущего ученого. А о том, что пленивший ее статный красавец был великим русским самодержцем, она узнала лишь много лет спустя. Говорят, что только на смертном Адрея, исповедуясь главе Синода Феофану Прокоповичу, он покаялся в своем грехе. Правда это или романтический вымысел судить вам? Но то, что Ломоносов всю жизнь боготворил Петра и посвятил ему немало своих работ, это факт. И если верить этой легенде, то в пропавших бумагах ученого могло быть много интересного, но пока о них ничего не слышно. Последнее реальное пристанище ломоносовских бумаг, последнее место, где имеет смысл искать их следы, это подмосковная усадьба Орловых-Давыдовых от Рада. Сейчас это место окружено такими стенами, из-за которых ни одного звука не донесется без особого на то разрешения. Алло, программа Искатели. Ну что же, тогда хотелось бы получить от вас официальный отказ. Центром общественных связей ФСБ России рассмотрено ваше обращение о проведении съемок на территории санатория Семеновская. К сожалению, принять съемочную группу мы не сможем. Как свидетельствуют письма, вскоре после смерти Ломоносова граф Григорий Орлов навещал одного из своих братьев в его подмосковную усадьбе от Рада и прибыл тогда в имение с сильно груженным обозом. Сто с лишним лет после этого имение было тихим и мирным местом. До 17-го года. А после этого богатое имение подвергается разграблению. В 20-е годы здесь размещают школу-интернат крестьянской молодежи. Через 4 года школу закрывают, а в усадьбу прибывает специальная команда для изъятия ценностей. Тогда вместе с местными активистами приехавшие вытащили из усыпальницы и гробы с прахом Орловых. С тех пор доступ в усадьбу был прекращен. Сейчас за этой оградой находится санаторий Федеральной службы безопасности Семеновская. Мы не можем попасть за этот забор без соответствующего разрешения. Но как только оно будет получено, возможно, будет поставлена последняя точка в истории с исчезновением архива Ломоносова. Честно говоря, в этой истории больше всего нас радует то, что рукописи и автографы Ломоносова за эти 200 лет то и дело всплывали. Нами двигало желание найти их и достаточно наивное предположение раз нет подтверждения об уничтожении архива, то где-то он должен быть. Не наивно.